МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скандал вокруг аукциона. Продажу областным советом объектов коммунальной собственности губернатор назвал кумовством. Пополнение во флоте. 65 будущих офицеров военно-морских сил приняли присягу. Теперь как новенькие. В Одессе отреставрировали колоннаду и местных львов. Вы смотрите новости G-News. Это реальные события города и страны. В студии работает Максим Линник. Здравствуйте. В драке под Радой пострадали более 100 силовиков, один в коме. Об этом в ходе брифинга заявил министр МВД Аваков. По предварительной информации, среди раненых есть бойцы АТО, иностранные журналисты. Многих пострадавших оперируют. Беспорядки в Киеве возникли после того, как 265 нардепов проголосовали за проект изменений в Конституцию, который предусматривает децентрализацию и возможный особый порядок самоуправления на отдельных территориях. Толпа хлынула на кордон правоохранителей. В ход пошли палки, камни и дымовые шашки. Позже в кордон милиции полетели боевые гранаты. Количество пострадавших продолжает подсчитывать. Один гвардеец умер от осколочного ранения. Трагические события под Верховной Радой осудил губернатор Михаил Саакашвили, назвав их покушением на демократию. Мы провели просто консультацию с генералом Лордки Пайндзе и с представителем СБУ, других правоохранителей. У нас есть все силы, чтобы не допустить никаких проблем в городе Одессе и Новодещине. У нас есть план усиленного ведения службы, который вступит в силу в случае получения каких-либо сигналов. Этот план готов совместно милиции, новой полиции, патрульной и Национальной гвардии СБУ. И этот план будет задействован, как только кто-то, что-то подобное, чем-то подобным будет грозиться или какие-то действия, какими-то действиями пытаться предпринять. Я надеюсь, что ничего этого не будет. Более подробно о событиях в Киеве смотрите в следующих выпусках. Начальник Одесской городской милиции Олег Макуха, задержанный на минувшей неделе при получении взятки, может выйти под залог в 5 миллионов гривен. Такую меру пресечения определил суд одного из районов города Херсона. До момента выплаты залога Макуха должен будет провести под арестом два месяца. Прокуратура просила взять правоохранителя под стражу, поскольку, по информации ведомства, у Макухи есть квартира в Донецке, и он может сбежать. В Одесской колонии часовой застрелил осужденного. Это произошло в ночь на понедельник при попытке бегства. Осужденный напал на сотрудника колонии, и тому пришлось применить огнестрельное оружие. От полученного ранения заключенный скончался на месте. Погибший 1988 года рождения. Его приговорили к 3,5 годам заключения, и этот срок уже подходил к концу. Обыск в Одесском облсовете. Правоохранители изъяли документы по продаже трех важных объектов в Одессе. Масонского дома, дачу Григория Морозли и свайного поля за дворцом спорта. Все они ушли с молотка на аукционе, который провело областное управление имущественных отношений. Правоохранители считают, что торги проводились с нарушениями, да и цены вызывали сомнения. Продолжение темы у наших корреспондентов. В здании облсовета на проспекте Шевченко субботним днем было жарко. Обыск проводился в кабинетах управления имущественных отношений областного совета. Недавно это управление провело аукцион, на котором сооружения коммунальной собственности продавались по заниженным ценам. Так с молотка ушли дача Морозли возле дома приемов облсовета, масонский дом и поле за дворцом спорта. Приватизация важных объектов долгое время шла непрозрачно, говорит глава облгосадминистрации. Мы должны опубликовать все объекты, которые тут приватизируются на территории Одесской области, и чтобы каждый журналист, гражданин знал, вот это объект, это собственность, это вот продание за столько-то, и сколько оно может стоить. А мы тут имеем дело тем, что есть кума 100 серьезная в этих ведомствах, которые занимаются приватизацией. Между собой чек идет. И все это, как делала страна нетраспоретно, этому надо положить конец. Следователи изъяли важные документы по делу продажи объектов. Начато уголовное производство по части 2 статьи 364 злоупотребление властью или служебным положением. За такие правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Светлана Пензова, Игорь Максименко, Новости G-News. Служба на благо Украине. 65 будущих офицеров военно-морских сил приняли присягу этими выходными. Как первокурсники Одесской морской академии давали клятву, видела и наш корреспондент Екатерина Чебан. Утро субботы под жарким солнцем в практической гавани собрались родители, преподавательский состав учебного заведения, гости и, конечно же, сами виновники мероприятия, курсанты факультета ВМС Морской академии. У каждого из них восхождение на первую ступень военной службы. Урочисто присягаю украинскому народу завжди бути ему вірным и виданным, оборонять Украину, защищать ее суверенитет, территориальную ценность и недоторгальность, сумленно и честно выполнять военно-морские обязаны, наказы командиров. На принятие присяги для каждого курсанта – это большое событие в жизни. Присягу человек принимает один раз. У них начинается большая жизнь. Сначала обучение в академии, а затем и служба военно-морских сил Украины. Поэтому я думаю, что этот день останется у них в памяти надолго. Сегодня вы сделали крок, который сделал вас настоящими мужчинами. Крок, который должен сделать каждый человек в своем жизни. Приняти присягу на верность в своей стране. Человеки, вообще, скупи на слова. Эти слова, которые вы сегодня прочитали, вы можете прочитать или сказать только один раз в своем жизни. И я уверен, что вы пронесете эти слова через все годы своей службы. После присяги будущие офицеры принимали поздравления от самых близких людей. Напутственные слова говорили как родители, так и преподаватели. Нужно будет очень много терпения. В первую очередь мирного неба. Я хотел бы, чтобы они получили прекрасные знания, но чтобы им приходилось их использовать только на учениях, а не в боевых действиях. В числе первокурсников 11 ребят с опытом боевых действий. Новоиспеченные курсанты выполняли задачи в зоне проведения антитеррористической операции. Екатерина Чабан, Александр Леуш, Новости, G-News. Гетман Сагайдачный и ракетные сменец американского флота Дональд Кук ошвартовались у нового причала карантинного мола. Оба корабля примут участие в международных военно-морских учениях «Сибриз-2015». На открытии учениях в Одессу едет посол США в Украине Джеффри Пайет. Визит ожидается 1-2 сентября. Помимо участия в мероприятиях «Сибриз», посол встретится с представителями власти, а также офицерами патрульной полиции. 30 лучших танцоров со всей Украины и ближнего зарубежья столкнулись в масштабном танцевальном соревновании в центре Одессы. Молодые люди показали свои умения в модных направлениях хип-хоп, дэнс-холл и других. Как это было, смотрите в сюжете Светланы Пензовой. Участники на сцене. Танцевальный паттл начинается. Более трех сотен танцовщиков, 30 лучших в Одессе. На Греческой площади приняли участие в танцевальной битве. Представлены стили хип-хоп, хаус, дэнс-холл, паппинг, бок. Мы боремся за то, чтобы танцоры, вообще не танцоры, а вообще люди, молодежь занималась не какими-то глупостями, а именно танцами. Потому что танцы это спортивный образ жизни, это здоровый образ жизни, это закаляет дух. Вообще, вообще танцы, они спасают мир. Организаторы стараются сделать то, чтобы в Украине сам хип-хоп развивался. Это очень хорошо, что проходят настолько масштабные фестивали, на которых есть не только один стиль, не два, а очень много. Это очень круто, потому что ты приезжаешь, смотришь на других танцоров, кто-то ценит твой стиль, ты ценишь его, очень круто. Поздравить участников соревнования пришел и одесский городской голова, при поддержке которого и организовано столь масштабное танцевальное событие. Я хочу, чтобы мой город, в котором я родился, вырос. Каждый месяц мы что-то делали новое, и чтобы вы это все видели. Чтобы выросли в чистом, красивом, ухоженном городе, потому что вы их того достойны. Счастья, удачи, благи, всего самого хорошего. Проведение таких грандиозных событий очень важно для молодежи, считают депутаты фракции, доверяя делам. Хип-хоп-культура или культура танца – это очень активная культура, которая развивается с каждым годом во всем мире. Очень хорошо, что в Одессе это с каждым годом все больше и больше привлекает молодежь. И молодежь вместо того, чтобы по дворам пить пиво, они занимаются спортом, танцуют, ездят на чемпионаты мира, чемпионаты Украины. Светлана Пензова, Игорь Максименко, новости G-News. Теперь как новые. Ко дню города в сердце Одессы обновили Воронцовскую колоннаду. Преобразились и местные хищники, у львов появились челюсти и некогда отбитые вандалами хвосты. На открытие побывала и наш корреспондент Екатерина Чабан. Приморский бульвар, Тещин мост и Воронцовский дворец с колоннадой – самые посещаемые и любимые места горожан и туристов. Одни из главных символов нашего города привели в надлежащий вид к 221-му дню рождения Одессы. Одесса-мама принимает подарки. Это и прекрасный Приморский бульвар, и восстановленные львы, и всевозможные клумбы, и отреставрированная колоннада с крышей. Это и уголок старой Одессы с грифоном и с мостиком любви. Это еще очень-очень всего много. И мы будем делать все для того, чтобы эта тенденция продолжилась, чтобы появлялись новые клумбы, чтобы устанавливались скамейки и всевозможное дело из города благоустройства. Реставрировал львов Алик Мирзоев. Работал полтора месяца под жарким солнцем. Зато теперь есть чем гордиться. Я, конечно, привел это все, как говорится, к единому знаменателю, для того, чтобы лев был львов. Во всей своей мощи, красоте, пластике. Поэтому здесь неизбежно надо было все это сделать. Попытался воспроизвести то, что было в 1830 году. Одесские львы станут действительно символом сильного и независимого города. А львиный оскал принесет Одессе защиту от недругов, что очень актуально в наши времена. Приведенная в порядок историческая часть города по душе как одесситам, так и гостям города. Намного лучше, чем было раньше. Все хорошо, все отлично, все делают для города. Самое лучшее. Обязательно. Реставрировать, это, конечно, нужно. Город очень красивый, очень много туристов. Поэтому такие мероприятия надо проводить. Завершилось торжественное открытие большим детским праздником с музыкой и сладкими угощениями. Екатерина Чабан, Александр Леуш, Новости, G-News. Одесса – многонациональный город. Подтверждением этому стал фестиваль национальности в парке Победы. Приурочили праздник ко дню рождения любимого города. Как и чем развлекались жители Приморского района, знает наш корреспондент Екатерина Чабан. Именно так началось субботнее утро для жителей близ ближайших домов около парка Победы. Здесь на главной аллее развернули экспозицию национальных культур, которые представлены в нашем городе. На выставке это национальные диаспоры, которые представляют себя в нашем городе. Это многонациональный коллектив школ, детских садов. Поэтому сегодня мы еще раз всем говорим, Одесса – это наш любимый город, Одесса – это мирный город, Одесса – это Украина. Чуть позже открыли и сам фестиваль. Девиз праздника – это фестиваль национальности, потому что Одесса – это самонациональность. Одесса подразумевает, что здесь в котле десятки национальностей, которые совместно живут уже несколько сот лет. Живут мирно, дружно и тем самым является собой пример, наверное, лучший пример толерантности мира для всех. Незабываемого колорита придали празднику хореографические и вокальные коллективы города. Исполняли танцевально-вокальные номера. Наша Одесса – мама очень плодовита, очень талантлива и очень хорошо воспитывает своих деток. Вот они все наши молодые таланты, которые прекрасно поют, прекрасно танцуют, декламируют. Они сегодня наши на самом деле самое большое наследие, самое большое богатство. Это наше будущее. Екатерина Чабан, Александр Леуш, Новости, G-News. Праздник под открытым небом. Задорные песни и танцы в гидропарке Лузановка открыли череду мероприятий, приуроченных ко дню города в Суворовском районе. У всех желающих появилась возможность поучаствовать в уличном караоке. Завершились гуляния раздачей призов и разноцветным фейерверком. Как это было, расскажут наши корреспонденты. Ярко и позитивно начался субботний день в гидропарке Лузановка. В последнее выходное лето здесь устроили настоящий праздник. Главные герои – дети. У нас была детская программа с ростовыми куклами, с детской анимацией, с аквагримом, с мелками. Было очень хорошо. Для певцов-непрофессионалов устроили уличное караоке с призами. В финал вышло три участника. Их вокальное мастерство справедливо оценивали собравшиеся зрители, которые бросали в знак симпатии деньги в специальные кепки каждому исполнителю. Слабым певцам вручали яйца, победителю – огромный арбуз и самую большую собранную сумму. Словом, было весело. Продолжила концертную программу группа «Индиас» и участники детского Евровидения. Праздник, весело, все хорошо. Как зовут? Татьяна. Отлично, все. Татьяна, не менее красиво. Всем спасибо. Дети, я попрошу вас вводить на серединку, можно? Интересно. Конечно, яйца. Почаще было бы в городе такие мероприятия, было бы намного лучше. Оксана, яйца купили, все отлично, понимаете? На празднике работал визажист и стилист. Прихорашивали всех желающих. Достойное внимание уделили и ветеранам. Я хочу поблагодарить просто, во-первых, депутатов наших, которые работают, доверяя делам, и для ветеранов. Большую помощь оказывают нам. Ирина Игоревна – это вообще замечательный человек. Вы знаете, хоть она молодая, но она всегда относится к нам, как к своей маме. Подходит. Вот мы ее просто обожаем. Многое было обращение, которое Ирина Игоревна, она никогда не отказывает. Вы знаете, вот меня тронуло вот это очень. У меня сама дочь у нее больная. И она мне тоже сказала, что я вам помогу. Вот потому что у нас не было сил уже, знаете, вытягивать точную колонию. И она говорит, я вам помогу, я была достоинства этим человеком. Вот почему-то наши энергии доверяют. Праздник удался, собрав вокруг себя множество зрителей. Я хочу, чтобы у меня в округе, в Лузановке, всегда у людей было ответственное, хорошее положение. Чтобы люди любили город Одессу, чтобы они любили наш Суворовский район. И чтобы умели праздновать и трудиться вместе. Праздник в гидропарке Лузановка продолжился до позднего вечера, подарив присутствующим море впечатлений. Мариана Славова, Сергей Малий, Новости G-News. Концерт, ярмарка, мастер-классы. Не менее насыщенная программа в преддверии Дня города ожидала и жителей Малиновского района. Но ключевым событием стало открытие нового места отдыха в парке Горького. Подробности у Светланы Пензовой. Новая зона отдыха в парке Горького приносит спокойствие и умиротворение. Среди изобилия различных развлекательных объектов для детей и взрослых в парке Горького. Именно такого расслабляющего места в нем и не хватало, говорят жители района. Очень хорошо, что все делается для детей. Парк поддерживается в очень хорошем состоянии. Чтобы приятно здесь отдыхать, гулять и чтобы действовали в таком же направлении. Детям всегда будет мало, мне так кажется. По-моему, достаточно. Больше не надо, но и меньше тоже. Потому что это же дети, они всегда хотят развлекаться. Подобное зонирование парка Горького удобно для отдыхающих, как местных жителей, так и приезжих из других районов. Каждый найдет себе занятие на свой вкус. Ежегодно мы благоустраиваем какую-то определенную территорию парка. Так у нас были открыты сначала фонтаны, потом была открыта центральная аллея благоустроенная. Сейчас это зона отдыха. Мы находимся в процессе. На этом ничего не заканчивается. С наступающим днем рождения, любимый город, поздравили и творческие коллективы Малиновского района. Праздничный концерт собрал сотни одесситов. Светлана Пензова, Игорь Максименко, новости G-News. В день рождения Одессы общественный транспорт будет работать до 24.00. А при условии, если на конечных остановках будут оставаться пассажиры, работа транспорта продлится до часу ночи. Кроме того, из-за перекрытия движения транспорта по Приморской с 17.00 до 23.00 часть троллейбусных и автобусных маршрутов изменят схему движения. Например, троллейбус номер 10 будет следовать до улицы Греческой. Полная информация о движении транспорта и изменении схем размещена на официальном сайте города. Недобора нет. В то время, как большинство высших учебных заведений страны недосчитались первокурсников, в Национальном университете Одесская юридическая академия, напротив, увеличили количество бюджетных мест. О старте нового учебного года в сюжете наших корреспондентов. На стадионе юридической академии преобладает белый с черным. Первокурсники слушают напутствие президента университета, а гордиться в УЗУ есть чем, подчеркивает Сергей Кивалов. У нас в несколько раз большее количество бюджетных мест, чем в Киевском университете Шевченко, большее, чем в Львовском университете Ивана Франкова бюджетных мест в четыре раза и в некоторых других. То есть государственный заказ дается под те высшие учебные заведения, которые готовят качественно студентов, и потом они становятся хорошими специалистами, и те, которые в состоянии подготовить специалистов новой формации. С посвящения в студенты начался новый этап в жизни первокурсников. Каждый подчеркнул для себя важные вещи, а самое главное определился со спецификой обучения. Сейчас деканы расписывают, на каком языке они хотят слушать лекции и на каком языке с ними должны проводить семинарские практические занятия. Большинство выбирает государственный язык, но есть среди студентов и те, которые предпочитают заниматься на английском, немецком, французском и русском. Приоритет – выбор специальности. Мне нравится область права, я изучаю право, в дальнейшем я хочу перевестись в академию, думаю, выберу факультет прокуратуры и следствия, надеюсь на успех. Тетя моя судья, и я, скорее всего, по ееставам пойду. В нашей стране очень много суперисовод-конфликтов, и поэтому лучше всего иметь представление, чтобы знать, где защититься, а где применять лучше эту науку. Стремление молодых людей разбираться в законодательной базе и юриспруденции и применять знания на практике продиктовано временем, а юридическая академия, по их словам, самый подходящий вуз для достижения целей. Понедельник – последний выходной перед новым учебным годом и в школах Одессы. Пока родители докупают своим чадом недостающие к первому сентября принадлежности, мальчишки и девчонки в ожидании встречи с одноклассниками и учителями. С каким настроением готовиться к школе и каким получилось у них лето, узнавала наш корреспондент Анастасия Тютерева. Заканчивается лето, успели ли подготовиться к новому учебному году и как отдохнули наши дети, узнаем сейчас. Не хватило этого лета, не знаю почему, может так не у всех. К чему готовы? Ну, учиться дальше готовы. Отдохнули, класс. Куда-то ездили? Ну, я ездила в деревню, были вот на море несколько раз. Если что, сегодня еще пойдем. По часу еще отдохнули. Скажи, как отдохнуло летом? Хорошо? Хорошо. А где были? На море были. Был на даче, в парке, везде. Как лето провели? Вроде более-менее нормально, несмотря на то, что, конечно, июня не было и опять же из-за колледжа. Готовы ли к школе? Нет, к школе еще не готовы. Вообще-то не готовы на что поделать там. В любом случае. И выбора нет, да. Подготовка к школе, колледжу, университету всегда волнительна. Покупка форм и концтоваров, но главное – не это. Жду увидеть друзей. Скорее так, пообщаться просто как со своими, так сказать, с одногруппниками. Учебы нет, никто не ждет. Волнительно, ну, тем более вот сейчас 11 класс, как бы это последняя, 1 сентября. Я тоже думаю, что больше не, ну, вряд ли увидишь еще своих одноклассников. Как-то печально. Поход в школу грозит и родителям. Каждый класс они переживают вместе со своими детьми. Мы идем в 4 класс, поэтому, конечно же, ждем, что учиться будем лучше, еще лучше. Хотя мы и так хорошо учимся. 1 сентября в Одессе за парты сядут более 80 тысяч учащихся. А вот сколько заново проходить школьную программу будет родителей – неизвестно. Но, как минимум, вдвое больше. Анастасия Дютерева, Игорь Максименко, Новости, Джиньюз. Врач-анестезиолог, студентка юрфака, преподаватель политеха и профессиональной мамы, жители Одессы, Ровна и Львова. Объединила их всех любовь к пению в караоке. Для кого-то это просто веселое времяпровождение, а для кого-то – возможность проявить себя. В Одессе состоялся полуфинал чемпионата Украины по караоке. Кто вышел в финал, знают наши корреспонденты. Впервые чемпионат мира по караоке был организован в Финляндии в 2003 году. В 2011 более 30 стран присоединились к этому проекту, в том числе и Украина. В этом же году в Одессе состоялся первый национальный чемпионат по караоке. Победители Виктория Пахтусова и Александр Латанский серьезно заявили о себе на КВЦ 2011 и вошли в топ-5 сильнейших стран мира. В этом году очень нужно победить, очень нужно достойно представить в нашу страну, в Сингапуре. И основная задача – это попасть в топ-5. Я конкурентов не видел, но уверен, что воля к победе – это самая главная черта всех украинцев. А уж тем более тех, кто живет в Южной Польнере. Не икс-фактором единым. Чемпионат Украины по караоке – это важнейший социальный проект, который дает возможность объединить людей из разных городов, разных профессий, невзирая на культурные и социальные различия. Но самое главное – конкурс демонстрирует, насколько сильны в Украине певцы-аматоры. Когда-то помню в детстве я, мне пела матушка моя о том, что есть счастливый край, в котором жизнь мне жизнь орать. Не улетай, не улетай, ты налетишь туда легко, преодолеешь путь любой, прошу, отбери меня с тобой. Среди судей – музыкальные педагоги, дирижеры и действующие музыканты. Им приходилось делать порой нелегкий выбор – спорить и идти на компромиссы с регламентом КВЦ «Украин». Самое главное, что это для них был шанс, и они этим шансом воспользовались в полной мере. То есть они подготовились и сегодня блистали. Они выкладывались и отдавались по полной сегодняшней сцене. Полуфинал показал как сильные, так и слабые стороны конкурсантов. Не всем далась песня на иностранном языке. Среди судей – преподаватель английского. Выбирать песни приходилось сверхтщательно. Я выбрала песню «Увлечение» Ани Лораки Родригес и песню Алисия Кесси «Forgot you with me, baby». А прошла я с песней «Кабаре» и «Алла Пугачева не отрекайте любя». Мне очень приятно, что очень много молодых и талантливых артистов живет в городе Одессе. И я считаю, что это прекрасно, что есть дополнительная платформа, где можно себя проявить. В финал вышло не 12 конкурсантов, а 13. Вне правил оказалось гостья из Львова. Одесса меня так приняла хорошо, как другая родина. И я не могу. Просто здесь очень приятные люди и атмосфера. И случайно так получилось, что приняла участие в этом конкурсе. Но эмоции переполняет. Два победителя представят Украину на чемпионате мира по караоке в Сингапуре. Кому посчастливилось получить заветные билеты и какими были сюрпризы в финале, смотрите в нашем выпуске новостей завтра. Анастасия Тютерева, Александр Кремлев, Новости, Джиньюс. И о погоде. Во вторник, 1 сентября в Одессе безоблачно. Температура воздуха днем от 29 до 34 градусов. А к вечеру упадет до плюс 24 градуса тепла. Без осадков. Морская вода прогреется до 22 градусов. В народе в первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера, осень будет холодной. А если с юга – теплой. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Обо всем интересном и важном сообщайте на горячую линию редакции 705-79-91. Смотрите наши новости на телеканале Джиньюс и телеканале А1 каждый нечетный час. Мира вам и добра. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!